Тело человека состоит более чем из 600 различных мышц. Большинство из них носит название скелетных мышц, так как они прикрепляются к скелету. Скелетные мышцы прикрепляются к костям посредством беловатых волокон, которые называются сухожилиями. Некоторые мышцы очень длинные. Например, портняжная мышца, которая находится между тазовой костью и большой берцовой костью, достигает 50 сантиметров в длину. Некоторые мышцы очень короткие. Мышцы головы, которые обеспечивают движение различных частей лица, являются короткими мышцами. Жевательные мышцы и височные мышцы двигают нижнюю челюсть. Однако большинство мышц головы не могут двигать кости, но они могут двигать кожу лица. Круговая мышца двигает веки. Скуловая мышца поднимает уголки губ, а треугольная мышца опускает их. С помощью мышц головы человек может выражать огромное количество эмоций, например, удивление и злость. В целом скелетные мышцы составляют почти половину всей массы нашего тела. Во время движения мы приказываем нашим мышцам сокращаться. Произвольные движения называются скоординированными действиями нескольких мышц. Например, за движением предплечья отвечают две главные скелетные мышцы. Бицепс, который входит в передний локтевой сустав, и трицепс, который входит в заднюю часть сустава. Когда бицепс сокращается, предплечье сгибается. Трицепс расслаблен. Чтобы вернуть предплечье в исходное положение, трицепс сжимается, а бицепс автоматически расслабляется. Некоторые движения включают большее количество мышц. Например, в разгибании ноги работают как минимум четыре разные мышцы.